Господин Анвель, когда читаешь ежедневную полицейскую сводку о происшествиях, просто отороп берет. Драки, поножущие на физическое насилие и большинство случаев именно в семье. Полиция их фиксирует. А что дальше? Увеличилось ли число уголовных дел по семейному насилию? Да, каждым годом увеличивается, но я считаю, что страшно это говорить на позитивном тренде. Почему? Потому что люди выходят из-за, скажем так, из шкафа или из-за облака. Люди начали намного больше доверять государственным службам. Не только поэтому, что там полицейские уже несколько лет имеют приоритет семейным насилием. Поэтому, скажем, всех полицейских участков рядом, точно так же, как мы хотим сделать и с молодежными работниками, но уже несколько лет работают служащие службы жертв, которые помогают психологически сразу, если человек приходит. И очень часто это как раз нужно для этого, чтобы если приходят потерпевшие из ситуации семейного насилия. Потому что там люди всегда больше всего, они и боятся, они психологически поломаны. Это не то, что когда меня на улице грабят, это одно. Но если все-таки очень близкий человек на меня напал, тогда всегда нужна такая очень сильная психологическая поддержка человеку. Потому что тут полиция одна ничего не может сделать, это как раз должны быть другие службы вокруг. Это как раз социальная служба, это центр женской приюта, где работают и тоже юристы, и психологи. И как раз вот эти все службы мести, они должны сделать для жертвы семейного насилия ситуацию как возможно комфортибольной, чтобы человек не боялся выйти из вот этого круга насилия. Потому что насилие никогда не заканчивается. То есть, что я хочу сказать. Да, статистика растет, это я согласен. Но растет она как раз поэтому, что полиция, во-первых, уже несколько лет, она должна всегда реагировать. Еще 5-6 лет назад очень часто звонок и дежурный отвечают, решайте там сами свою проблему. У нас тут много важных дел. Сейчас у нас в Эстонии большинство преступлений, связанных с насилием, это домашнее. Домашнее насилие, это берет больше половины, даже 70% всех случаев выезда полиции на насилие. То есть, о том, что мы читаем об этом много, в некотором смысле хорошо, потому что я думаю так, что как раз медиа, где-то лет назад, когда начала, это по-моему было постимис, серию статей о домашнем насилии, вот это выросло в государственную кампанию. Мы поняли, что эта проблема есть. Я так как бывший полицейский знал постоянно, что эта проблема есть, но это тогда особенно тоже политиков не интересовало. Но я всегда говорил, что вот эти же случаи и молодежными этими группами, где насилие, я могу уверенно сказать, что большинство этих агрессивных детей, молодежи, вышли из семьи, где насилие, это нормальная часть семейной коммуникации. И вот вы сказали о том, что больше внимания стали уделять в полиции, и тем не менее в апреле и в мае произошли два ужасных случая выдавируема, когда погибла от рук своего бойфренда молодая девушка в Кохлоярве, а потом была убита своим мужем молодая женщина здесь, в Нарве. И вы тогда открыто высказались, что это вообще-то служебная халатность вопиющая, и что будут приняты меры. Меры были приняты? Какие в итоге? Меры были приняты. В Нарве вот эти люди, которые отвечают за эту работу, один человек, который был связан с этим случаем, был переведен на вообще другую работу, намного пониже, в патрульную полицию, и были наказаны все, скажем так, начальники вот этих служб, которые должны были отвечать. Самое главное, в чем в этом деле и хватило, это движение информации. Есть конкретные инструкции. Если идет звонок, где конкретные слова, семья, насилие, скажем, страх и так далее, тогда надо это обязательно, даже после этого. Если человек даже не хочет, чтобы приезд в полицию был стопроцентный, говорит, что нет, не приезжайте, просто хотел сказать, тогда следующий день уже специальный работник должен взять на телефон от человека или прийти домой, и чтобы этот человек рассказал, жертва все-таки рассказала потерпевшая, в чем была проблема. Этого всего не сделали. И поэтому в Нарве мы все-таки довольно сильно эту систему поменяли. И Нарва и Тавирума сейчас будут другим таким округом, где мы будем вводить вот этот так называемый пермский проект. Вот это мой тоже вопрос о том, что в конце декабря прошлого года был пилотный проект запущен, когда не жертва насилия уходит из дома и ищет себе место в приюте, а когда наоборот насильник должен уходить из дома. Как вот этот пилотный проект? Он продолжается, закончился? Какие-то результаты его? Разные округи берут вот это как раз, то, что вышло из этого проекта. Извините, а сколько он длился вообще, этот проект? Три месяца. Три месяца. То, что вы говорили, только одна маленькая часть этого. Там очень много еще других тем. Во-первых, то, что при моменте, когда определяется жертва, сразу с этим человеком будет заниматься вся сеть разных служб. Значит, во-первых, охрана жертв службы, социальный работник местного самоуправления. Тогда обязательно определяется сразу, был ли ребенок дома, скажем, видел ли этот случай. Потому что если ребенок видит, вот как раз случай семейного насилия, тогда эта статья уже намного сильнее. То есть это одно. Другое то, что сразу применяются разные виды защиты жертву. То есть, скажем, запрет общения между жертвой и насильником. И если еще не наступило как раз момента уже такого сильного физического насилия, если еще это, скажем, в рамках психологических, тогда да. Пиарновский местный самоуправление нашли вот эти возможные социальные квартиры, куда они на время, значит, тогда, скажем, дают до этого насильника, чтобы он там остудил. И с этим насильником тоже мы начинаем работать психологически. То есть какие-то причины насилия, что этого человека, ну, может быть, сам был жертвой насилия когда-то, это обычно так и есть. То есть там целый круг вот таких действий. И сейчас как раз мы двигаемся к тому, чтобы в следующем году, сейчас уже Евфи и Кослы Арве уже подготавливаются, и на Арве точно так же с следующего года мы хотим, и сейчас как раз с местным самоуправлением ищем эти возможности, эти вот эти социальные квартиры и так далее. Ну, и служба как раз, вот приюта женщин очень важно там играет роль, и Ведавирума, я думаю, что в последнее время очень хорошо так выросла, и в следующем году еще как раз финансирование вырастет еще лучше для Ведавирума, потому что тут, к сожалению, проблемы довольно много. Скажите, пожалуйста, вот уголовное дело, его можно возводить по факту психологического насилия? Ну, физическое понятно, пришло с побоями, с калечиной и так далее. А вот психологическое насилие, тут ведь очень достаточно тонкие грани. И все-таки возможно уголовное дело возводить? Теоретически возможно по статье закона, но мы, скажем так, как вообще у нас семейное насилие пару лет только, уголовного кодекса, раньше было разницы, не было. И поэтому я что хочу сказать, то, что в статье это записано, в некоторых случаях мы пытаемся сейчас, но все вот новые уголовные статьи, они должны сперва войти в эту стадию, чтобы наши специалисты научились использовать ее все возможности. То есть сейчас сегодня еще рано говорить, чтобы это успешно работало. И последний вопрос. Какую государственную правовую помощь могут получить жертвы насилия? Очень, очень разная. Во-первых, жертвы насилия должны всегда и быть готовы получить эту помощь. Сейчас по закону мы должны все-таки спрашивать у человека, по ТАКП, что готовы они обратиться и в службу указания помощи жертвам. Потому что эти люди начинают как раз делать и финансовую, и моральную помощь, подготавливать, давать всю эту информацию. Очень часто люди боятся туда обращаться. Там есть и финансовая помощь юридическая. Кроме этого, еще если мы говорим об этом, что надо найти психолога, вот этим всем службам. Ну, в приюте содержание, да? Да, точно так же. Но это немножко другая тема само по себе. Это предлагают всегда. И это все совместно с ребенком и так далее, и так далее, и так далее. Так что возможностей очень много, но всегда надо самому хотеть эти возможности. И полицейский объясняет. И кроме этого, еще эта служба помощи жертвам точно так же дает эту информацию.